итак привет с вами канады сегодня мы очень коротко поговорим про такой смартфон как motorola moto g9 play на 64 гигабайт это его стандартная версия в общем то представлен в небольшом количестве магазинов в отличие от g8 он даже как-то незаметно вышел и особой популярностью не пользуется но тем не менее люди смотрят задают какие-то вопросы если он где-то еще есть продажи можно про этот смартфон поговорить смартфон 2020 года хотя дизайн у него здесь капелька челочка здесь три камеры плюс вспышка сканер отпечатка пальца на задней спинке что характерно для смартфонов 2019-2020 года вот в этом ценовом сегменте есть nfc процессор snapdragon 662 не самый плохой 48 мегапикселей камера ну и модули по 2 мегапикселя это макро и датчик глубины или там портретный но это достаточно камеры бюджетные можно так выразиться 48 мегапикселей основная камера и snapdragon 662 дают надежду на то что можно поставить мод google камеры который будет иметь лучше детализацию более качественно реализованный ночной режим и можно даже поэкспериментировать с записью видео какими-то сторонними приложениями даже вытянуть него кое-какую стабилизацию и там разогнать его до 6 fps многие про программы камеры альтернативных они эту возможность имеют и в общем то что по этому смартфону можно сказать специально всего в двух магазинах онлайн трейд и citylink люди задают какие-то вопросы что-то смотрят по характеристикам и даже подробно наверное нет смысла смотреть это hd плюс 270 ппи точек надеваем hd разрешение здесь у нас процессор 642 в общем то очень скудное описание батарейки 5000 нужно понимать что этот смартфон это вот настолько простой настолько понятный что можно сказать он где-то перекликается со смартфонами 2019 смартфонами реалми 5 и редми ноут 8т там больше 45 там был экран у реалми был 6 5 у редми был 6 3 идиума но там было разрешение full hd плюс даже в какой-то мере смартфоны девятнадцатого года конца девятнадцатого года года которые активно продавались и в нове в 2020 монета смартфон обходят по нескольким характеристикам но они изначально позиционировались как смартфоны среднего класса это смартфон уже откровенный бюджет единственное что здесь из особенностей это логотип motorola и более менее качественная сборка повторюсь и нет сыну и достаточно крупный подбородок нет смартфон особо не нравится на самом деле у него очень много конкурентов потому я думаю магазины особо его и как видим даже чуть-чуть дешевле в октябре стола там роскуса доллара либо еще что то нет смартфон особо никогда не нравится но тем не менее можно было про него поговорить и какие есть у него конкуренты это xiaomi poco m3 версия 4 64 у пока есть стереозвук но нету nfc у пока в принципе даже экран full hd плюс что на на бумаге смотрится даже неплохо батарейка 6000 по сути это redmi note 8 только в другом корпусе потому что процессор очень похожий экран full hd плюс но nfc нету то что nfc был в redmi note 8 то я в обычной redmi note 8 его не было это было отличие этих версий здесь также капелька нужно понимать что здесь есть надпись poco и в любом цвете смартфона она будет присутствовать потому не всем это понравится но тем не менее повторюсь за небольшие деньги вполне себе нормальный смартфон с камерами то же самое 48 мегапикселей 22 как такого ширика у него в принципе нету можно поставить дико цена абсолютно идентичная есть смартфон от бренда real здесь даже чуть вариант поинтереснее кому-то может показаться здесь за те же деньги предлагают уже 128 встроенного хранилища дискового накопителя есть nfc медиа такие люди 80 он где-то проигрывает 662 snapdragon но в принципе по цифрам он даже чуть-чуть быстрее у него лучше оптимизация в игре асфальт 9 и в общем-то он тоже игрушки на средних настройках большинство тянет экран здесь hd плюс что очень похоже на эту motorola несколько вариантов по цвету корпуса в общем то есть в нескольких магазинах цена плюс-минус такая же плюс-минус 500 рублей потому конкретно по мото g9 он мне не нравится даже мото g8 был более приятный дизайн там было вот было отверстие под камеру здесь уже вот такой вырез уже и вот мото g8 мы напоследок посмотрим как видим здесь 665 даже дизайн более приятный батарейка 4000 но тем не менее есть ширик нету nfc но цена даже чуть-чуть дешевле были какие-то акции даже видел реально можно было практически за 10 тысяч взять мото g8 то что мы сегодня смартфоны рассмотрели это ценовая категория там 12 13 тысяч рублей вот из них всех мне наверное до сих пор нравится мото g8 если бы не отсутствие nfc если для кого-то это не критично я бы взял бы даже несмотря на то что есть пока уже как бы более новый все-таки moto как-то дизайнер как-то поприятнее если честно такое было мнение всем спасибо всем пока